Всем привет, меня зовут Мира Вышел, и в этом видео я буду говорить о том, почему сейчас так сложно найти достойного мужчину или женщину для серьезных, длительных, счастливых отношений, а не просто человека, который будет использовать тебя с какой-то выгодной стороны рассматривать и использовать в каких-то своих, к примеру, меркантильных целях. Мне кажется, изначально, если бы мужчина и женщина были бы честны друг перед другом и говорили бы честно о своих намерениях, то все было бы гораздо легче и не было бы такого расчарования в противоположном поле. Но изначально, конечно, нужно понимать, что мужчина, женщина рассматривает больше с физиологической стороны, естественно, потому что для мужчины, когда женщина, скажем так, хочет его, да, хочет близости с этим мужчиной, это значит равно любовь. А для женщины все несколько иначе, и женщина рассматривает для отношений, поэтому мужчина сейчас, как бы, особенно во времена, да, меркантилизма девушек, требует с самого начала вот этой физиологии, как бы, чтобы точно понимать, что девушка заинтересована в нем. То есть вот это как некий гарант того, что мужчина дальше может, ну, как-то хотя бы минимально, да, вкладываться куда-то ее водить, а не быть, скажем так, этим оленем, как сейчас модно слово, не быть этим рогатым, потому что девушка может, естественно, ходить на разные свидания, у мужчины нет абсолютно гарантии, может, она там с 10 мужчинами ходит, выбирает. То есть у женщины, конечно, в этом смысле все гораздо легче, и мужчина, женщина в этом смысле на ступень выше в плане выбора. Мужчине там еще надо где-то конкурировать, если девушка там достойная, да, у нее может быть там несколько кандидатов. Ну, а у мужчин, скорее всего, такого не будет, что там за него там будет там пять девчонок драться и за косички друг друга дергать, за волосы оттаскивать, чтобы вот только он с ней был. Вот, поэтому в этом смысле девушки, или девушки достаточно там только подмигнули. Мужчина, особенно сейчас, когда мужчины хотят опять же получить эту гарантию, и чтобы девушка сама проявила эту инициативу, как бы понимая, что если девушка сама проявила инициативу, значит, девушка именно этого мужчину выбирает, и мужчина тогда после этого может только что-то начать делать. То есть мужчины действительно сейчас очень, ну, запуганы тем, что вот все просто подряд меркантильные, и нет ни одной нормальной и достойной. На самом деле есть девушки и достойные, их немало, но правда, они есть, они везде проживают. Нельзя сказать, что есть только какая-то часть, где они все собрались таким консилиумом и живут в каком-то там определенном месте. Вот, просто, и вот я говорю про это честность, да, то есть девушке тоже нужно понимать то, что мужчина хочет получить гарантию. Мужчине тоже нужно понимать, что женщина также хочет гарантию. Гарантия того, что мужчины не рассматривают женщину только с сексуальной, ну, как сексуальный объект, только с физиологической стороны. Потому что все мы, девушки, прекрасно знаем, как мужчины быстро сливаются после того, как получают это. И, опять же, у девушки нет никакой гарантии. Это очень сильно бьет по самооценке девушки. Очень быстро она падает, и девушка себя рассматривает, начинает, ну, понимать, что она как, да что же такое-то, понимать, что она как некий товар, которым просто воспользовались, который просто там купили или приобрели просто бесплатно. То есть получается как, девушка, ну, по мнению мужчин при знакомстве, да, как бы она должна вроде как бесплатно, типа, отдастся. Ну, как бы так получается, да. То есть если мужчина изначально не хочет в нее вкладываться и хочет подождать, пока она там, ну, как-то чуть-чуть они друг друга узнают, и девушка уже будет понимать, что, к примеру, это ее человек, и она хочет дальше отношения, да. То есть если мужчина не вкладывается в нее, то как она тогда, девушка, должна просто так вот отдастся? Это вообще тогда вот, ну, получается, мужчина вообще ничего не сделал для того, чтобы получить эту девушку. А как мы знаем, что достается легко, то не особо-то и ценится. Но это уже другая тема. Вот. И девушке тоже хочется получить некую гарантию, она не хочет быть просто вот этим легким таким товаром, который получили. Поэтому, как известно, да, самый актив, самое такое энергичное проявление мужчин, это как, можно сравнить, как забирание на Эверест, на какую-то гору, да. Когда мужчина идет, 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 когда вот девушка не такая легкодоступная, когда мужчине, ну, что-то нужно сделать для того, чтобы девушка была с ним. Ну, как минимум, это какое-то время, когда люди узнают друг друга. И вот, как мы знаем, когда мужчина получает эту физиологию, когда уже происходит близость, мужчина расслабляется. То есть, он уже забрался на этот Эверест, он уже его покорил. И, как бы, вроде как сил уже он, значит, приложил достаточно, и больше ничего делать не надо. И девушки тоже прекрасно это знают. Поэтому это тоже, в общем, нужно понимать. Мне кажется, было бы честно, если бы мужчина и женщина пообщались, и женщина бы сделала для себя вывод, интересен ей этот мужчина или нет, хотела бы она каких-то отношений в дальнейшем. Если да, то тогда можно принимать подарки, ухаживания какие-то. Ну, то есть, вот эта вот честность в этом и будет проявляться. И тогда мужчина тоже будет спокоен. То есть, женщина изначально не хочет, она его не узнала, а уже принимает там подарки или что-то такое. То есть, вот обе стороны, скажем так, будут довольны. Потому что женщина проявит внимание именно вот как к личности, к человеку, а не к его ресурсам, а не то, что он может купить или дать этой женщине. Но женщине тоже нужна гарантия, как бы для женщины, если мужчина готов вкладываться в женщину, это значит, что мужчине она интересна. Для женщины тоже мужчина должен понимать, что такая психология, если мужчина ни копейки не готов потратить на женщину, то это значит, что мужчина не интересуется этой женщиной. Мужчине нужна только физиология. То есть, вот это вот просто нужно понимать, и тогда всё будет очень-очень просто. Потом, в чём ещё как бы нечестность проявляется? Мужчина, я считаю, должен проявить терпение в плане своей физиологии. То есть, если вы изначально где-то её справляли до встречи с девушкой, почему она сейчас прям сразу должна на вас накинуться и показывать, что это вот таким образом я тебя люблю, дорогой? Любовь, она может и по-другому проявляться, или чувства какие-то. В любом случае, оба человека, если это не школьники, всё сразу, ну всё будет понятно, как человек себя ведёт. Меня вот тоже очень удивляет, то есть, это либо девушки, очень супер сейчас актрисы все, неужели нельзя вот почувствовать искренне вот такое вот настоящее, либо внимание, да, к человеку? Ну, оно либо есть, либо его нету, вот. То есть, и потом, мне кажется, надо быть честно, честно говорить, ну, я бы как делала на месте мужчин, я бы сразу говорила, у меня этого нет, у меня того нету, я бы как-то вот, ну, если девушка интересуется, я бы сразу говорила, я тебя там туда не могу свести, у меня вот там, ну, то-то, 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 да, если, опять же, это вопрос интересен. И всё, половина бы девушек, даже больше, они бы просто тоже слились, и такой вот бы естественный отбор произошёл. То есть вот изначально честно, а получается так, что мужчина тоже, скажем так, продаёт свою любовь. Как вот фраза есть такая, что мужчина ради физиологии готов на любовь, а женщина ради любви готова на физиологию. И вот это вот в современном мире очень-очень сейчас явно проявлено. То есть вот если оба человека будут честны друг перед другом, опять же, я говорю сейчас про нормальных девушек, а вот не про тех, которые просто вот хотят побольше получить от мужчины. Если будет честность, потому что, опять же, девушке нужна гарантия того, что она будет тратить своё время. Опять же, у девушки век, извините, своего возраста, да, ну тоже он не длинный. Если мужчина там до 70 будет, может быть, своим мужчиной, то женщина нет. У женщины возраст ограничен именно там в рождении детей или там, поэтому за это время ей нужно встретить, найти мужчину. Ну, лучше просто встретить, а не искать целенаправленно, да. Но ей нужно, женщине, задумываться о том, от кого она будет рожать детей. А это всё она не может тратить на всех своё время вот в таком количестве, да, и так далее. И оба будут честны, а так получается, девушки сейчас обвиняют мужчин в том, что они жадные, они просто не хотят вкладываться в непонятно что, не хотят просто быть дураками, которых обводят вокруг пальца, и девушки тоже получают своё и тоже пропадают. И вот получается, что есть в этом некое лицемерие вот между мужчиной и женщиной, но изначально при знакомстве, в принципе, люди хотят друг другу себя с самой лучшей стороны показать, какие они замечательные, а потом тоже происходит разочарование. И вот изначально, если там и не проговаривается, или если люди как-то вот не показывают своё истинное отношение или истинные намерения, то есть женщины крают и показывают свой интерес, хотя его нету, и опять же могут преследовать меркантильную какую-то историю. А мужчины преследуют другое, как мы все знаем, да, и поэтому многие женщины всё время и жалуются на то, что вам только одно нужно. На самом деле я могу сказать, что общаясь с большим количеством мужчин, я могу реально сказать, что мужчины мудрые, многие из них, и поэтому не всем абсолютно нужно вот только вот это. Просто сейчас такое время и отношение к женщинам вот тоже вот за этот меркантилизм, оно снижается, снижается, и это всё всех под одну гребёнку гребут и говорят, что все женщины такие. Но на самом деле не все, далеко не все, просто уже нету доверия к женщинам, и поэтому такое вот отношение и происходит. Всё нужно, не нужно забывать, как вот тоже фраза есть, что на свою там кастрюльку найдётся своя кружечка, да, мы притягиваем к себе подобных людей, то есть вот на что мы настроены, то мы и притягиваем. Из этого тоже вытекает то, что если мы постоянно настроены на то, что в мире только вот плохие люди или нет достойных, все меркантильные, то мы таких и будем притягивать. Вот, поэтому вот это вот нужно убрать просто вот этого понимания и настроиться на то, что вы встретите достойную девушку или достойного мужчину, а чтобы его встретить, нужно быть тоже достойным и считать себя таковым и быть таким, и являться. Так что, в общем, такое вот видео получилось, увидимся уже завтра в следующем видео. Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч, пока!